Когда началась война, Нине Васильевне Парамоновой было 9 лет. Жили они тогда на Брянщине, в деревне, куда ее отца в 40-м году по партийной разнарядке назначили председателем колхоза. В 41-м году началась война. Ему было дано поручение по партийной линии, чтобы он эвакуировал по возможности коммунистов. Пока папа все это поручение выполнил, но он не успел сам эвакуироваться с семьей, так как 15 июля уже у нас были немцы. Немцы въехали в деревню на грохочущих мотоциклах. Мы выглянули в окно, а немцы на мотоцикл, как саранча, вот все заставлено. Мы вообще в шоке были. Окупанты расположились в деревне основательно, но, по словам Нины Васильевны, вели себя немцы не агрессивно. Чего не скажешь о полицаях, которые держали в страхе всю деревню. А папа мой пошел искать партизан. И он прошел 100 километров, и его все-таки поймали. 23 декабря ее отца и еще шестерых его товарищей расстреляли. Тот день для семьи Парамоновых стал самым страшным днем войны. Вот соседка приходит к нам домой. Мамы дома не было, а мы с братом были. Ну, родители я и брат, двое так было. И говорит, вашего папу везли на расстрел на машине. И он крикнул, ну, назвал ее, как там ее зовут, он же знает этих деревенских родителей. И говорит, передай моей семье, что меня стрелять везут. Мама и сестра ее побежали туда. Немцы ни одного не было, были полицаи. Расстреливали полицаи? А папа лежит мой. Она говорит, обошла, он лежит живой. Как бы. Так она сняла платок, на ней пуховый был, и повязала ему, они же в рубашках были, розеты. Повязала, говорит, на голову. И когда стала повязывать, у него изо рта кровь потекла. Вот тогда она поняла. Полицаи собирались сжечь деревню, грозились расстрелять всю семью Парамоновых. У матери на нервной почве отнялись ноги, кое-как продержались до освобождения. Нашу деревню освободили 17 сентября 43-го года. Вот считайте, два года с лишним. И вот эти два года, вы знаете, пять дней немцы, пять дней партизаны. Они же, это все с боями идет. Мы в окопах сидели. Мы там, и туалет у нас там был, есть нечего было. После освобождения от оккупантов начали возвращаться в свои дома. Пахать землю, сажать картошку из очисток. И кто смог, дожил до победы. Нина Васильевна выучилась на медсестру, вышла замуж. В 50-х с супругом приехали в Загорск. Он на лакокрасочном работал, она в первой больнице, потом в госпитале на вакцине. Сегодня 88-летняя пенсионерка Нина Васильевна Парамонова, известная в посаде общественница, отстаивает интересы жителей в сфере ЖКХ, а День Победы старается встретить в тех местах, где прошло ее военное детство, где в братской могиле покоится прах ее отца.